Игорь Балк, управляющий директор Global Innovation Lab. Николай Мейстер, к сожалению, не смог быть. Сергей Морозов, генеральный директор Data Advance. Алексей Полунин, координатор академической программы IBM. Так, Эра Сильвин-Онин из Текес не присутствует, к сожалению. Дмитрий Александрович Эйдинов, директор по развитию компании Rockflow Dynamics. И Михаил Романов, партнер Ernst & Young. Спасибо, начинаем. Итак, первой командой, которая будет выступать, является Geolab IT. Евгений Гурин. Так, микрофон. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Гурин. Я представляю проект Geolab IT, посвященный разработке технологии построения глубинных сейсмических изображений при сейсморазведке. Наша технология позволит существенно уменьшить риски при бурении разведочных и промысловых скважин на месторождениях нефтегаза. Это авария на газодобывающей платформе. Вот здесь внизу написано, что это за платформа. Кто-нибудь имеет представление о том, сколько это стоит для нефтяной компании? Очень правильный ответ от сотен миллионов долларов. Часто это единицы миллиардов долларов, как недавно произошло с платформой Deep Horizon в Мексиканском заливе. Основной причиной, вернее, одной из причин таких неприятностей являются ошибки при построении моделей по сейсмическим данным. Наш ответ на эти проблемы — это технология построения глубинно-скоростных моделей и глубинных сейсмических изображений, в основе которой лежит трехшаговый метод построения глубинно-скоростных моделей. На первом шаге модель строится при помощи кинематической инверсии, на втором шаге она уточняется при помощи анализа скоростей миграции, и, наконец, модель доводится до совершенства при помощи глобальной полноволновой инверсии с ограничениями. Здесь мы сравнили построение модели с изготовлением скульптуры. Эта технология позволяет существенно уменьшить риски при бурении. Мы собираемся для коммерциализации проекта выйти на рынок сервиса. Его объем, в настоящий момент, я имею в виду сервиса по обработке сейсмических данных, составляет порядка полутора миллиардов долларов США в год. Примерно 60-70% занимают ведущие игроки рынка, и 30-40% оставшихся приходится на более мелкие компании, не обладающие собственными технологиями цифровой обработки. Это наш, как сказать, наш целевой рынок, на 10% которого приблизительно мы претендуем. Итак, наша краткосрочная цель – это оборот 50 миллионов долларов через 5 лет. С нормой прибыли обычной в отрасли – это порядка 45-50%. Мы уже движемся по этому пути. В прошлом и текущем году мы привлекли порядка 300 тысяч долларов за счет собственных средств, и чуть больше 600 обеспечил фонд Шесколкова. На следующем этапе мы планируем привлечь полтора миллиона долларов, и запуск продукта, то есть предоставление услуг по этой технологии, будет осуществлено в 2016 году, и для этого потребуется еще полтора миллиона долларов. Для реализации проекта мы собрали очень сильную команду. Все имеют опыт как в месте сервисе, так и в IT. Итак, мы уже идем по этому пути и ищем партнеров, которые с нами по пути. Спасибо за внимание. Отлично. Большое спасибо. Ровно 4 минуты. Окей. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Евгений, скажите, пожалуйста, вот в перспективе, когда вы запустите продукт, какой, например, расклад вы видите по оборотам между сервисами и продажей лицензий? Примерно 80% сервиса и примерно 20% продажей лицензий, потому что мы видим это как вспомогательный инструмент в нашем сейсмическом рынке. А вы не планируете сделать какой-то, условно говоря, коробочный продукт для обработки сейсми, который можно будет продавать там уже CGG и другим большим игрокам? Мы планируем, ну, как бы за плечами 20 лет опыта и коробочный проект просто для обработки данных. В общем, это относится к области сверхзадач. В сервисе, как сказать, легче. Спасибо. Можно, да? Да, пожалуйста. Вы знаете, что я не услышал, буквально коротко, о конкурентных преимуществах я ничего не услышал и о инновационности вашего проекта. Инновационность проекта – это вот трехшаговая схема построения модели, то есть использование, как сказать, кинематической инверсии для получения ограничений при построении модели. Это, в общем-то, инновационный элемент, который отсутствует у наших конкурентов. Наши конкуренты – это, как крупнейшие компании мировые нефтесервисные, это Шлюнберже, CGG, PGS, в общем, они были перечислены. И вот наше преимущество, основное, в общем, технологии, которая позволяет быстрее и более точно строить модели. Наши конкуренты, как сказать, в этом опаздывают. Мне кажется, коллеги задавали вопрос больше даже о каких-то количественных характеристиках в сравнении. Если количественных характеристиках, то мы делали оценки на тестах. Ну, то есть на простых моделях мы процентов на 20 точнее работаем, на сложных моделях до 50% более точно по сравнению с конкурентами. Спасибо. Еще вопросы? А в каком сейчас это все стадии находится? Мы переходим фактически, как если формально, на формальном языке, мы переходим. Не с точки зрения формального языка, а с точки зрения скулкового, а именно на пальцах, если. Если на пальцах, то элементы нашей технологии уже применяются как нами, так и нашими партнерами для оказания услуг. Элементы. Но продукт на стадии прототипирования. То есть мы делаем сейчас альбу. Пожалуйста, еще вопросы. Что за научная школа? Откуда ноги растут? Ну, или из Вильяна. Научная школа в области геофизики. Мы с доктором физмат-наук Денисовым работали в Центральной физической экспедиции Миннефти Газпрома. Михаил периодически преподает в Губкинском. Я работаю в исследованиях. И Михаил с МГУ имени Ломоносова. Геральт Тешли, он, как сказать, наш консультант из Австрии. Он уже много лет, собственно, он мне ровесник, занимается уравнением частных производных и обратными задачами. Ну, в основном в квантовой физике и химии. Ну, как бы мы его привлекли к решению задач геофизики. Спасибо. Наверное, все у нас в регламент. Тогда переходим к следующему участнику. Большое спасибо, Евгений. Спасибо за внимание. Следующая компания SDI Research. Приглашаю. Добрый день, коллеги. Меня зовут Сергей Горохов. Я представляю компанию SDI Research. И аббревиатура в названии означает Semantic Data Integration. Это и есть ключевая компетенция нашей команды. В рамках проекта «Сколково» мы реализуем систему класса MDM. Это достаточно новый класс систем. Молодой развивающийся рынок, динамично развивающийся. На сегодняшний день экспертами оценивается емкость рынка в 3 миллиарда долларов США. Нас отличает специализация на производственном сегменте. И конкурентной средой в этом сегменте являются системы класса PLM и ERP. И конкурентные преимущества наших разработок в первую очередь в тесной интеграции с инженерными системами. Это системы класса CAD-CAM, KIPDM. Это семантический поиск инженерных объектов. Заявку на патент мы уже подали. И это контент, инженерный контент и специализированный интерфейс по представлению этого контента. Мы интегрируемся практически со всеми CAD-системами, представленными на рынке. Это продукция, разработанная компаниями Siemens, PTC, DASO, компанией Autodesk. По мнению экспертов и руководства компании Autodesk, наши продукты актуальны и конкурентоспособны не только в России, но и на международном рынке. Мы участвуем в различных конкурсах, тендерах, что подтверждает конкурентоспособность наших решений. И один из таких конкурсов прошел год назад в холдинге «Вертолеты России». Мы участвовали в этом конкурсе наряду с компаниями IBM, Oracle, SAP. И более чем достойно выглядели, обойдя IBM. И уступили лишь победителю менее 1%. Среди наших партнеров есть не только компании-вендоры, которые разрабатывают программные продукты, но и продавцы, поставщики программных решений со своей сбытовой сетью. Это крупные системные интеграторы, которые поставляют на рынке услуги по внедрению наших программных продуктов. Объем требуемых инвестиций на проект составляет 2 миллиона долларов США. И мы на сегодняшний день находимся по грантовой политике Исколково на второй стадии реализации проекта. План продаж в 2015 году опирается на текущую работу с Объединенной двигательно-строительной корпорацией УДК. В 2016 году мы планируем порядка 10 контрактов с корпоративными заказчиками. И к 2017 году рассчитываем занять сегмент рынка, обеспечивающий валовую выручку на уровне 24 миллионов долларов США. Это краткая информация о проекте. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Слушаю вас. Может быть я просмотрю о команде проекта. Скажите что-нибудь, пожалуйста. Ключевые сотрудники команды – это десяток человек, работающих вместе уже более 10 лет. Это в основном программисты и аналитики. На сегодняшний день идет разработка продукта. Есть прототип, реализуем на рынке свои проекты в трех направлениях. Направление, о котором я говорю, получило инновационное развитие – это направление мастер дата менеджмент. Второе смежное направление – это система автоматизированного проектирования технологических процессов и расчетные системы для расчета трудовых материальных норм. То есть все три направления связаны между собой, но инновационное развитие получило направление МДМ. У вас есть предприниматель в команде или вообще бизнес-ориентированный человек? Я. Спасибо. Еще вопросы? Я с точки зрения инновационности. МДМ тема, ну понятно, и занимаются многие. У вас даже там была сравнительная таблица. Все-таки чтобы нам понимать, именно какая фишка инновационная находится в вашем проекте, во-первых, да, и во-вторых, что вам мешает, как большинству других IT-компаний, просто-напросто на бета-версии, на ваших идеях откатать это на задешевый денег на каком-то конкретном клиенте и расти вот таким вот совершенно органическим путем. Зачем вам для вашей разработки, ну вот именно IT-шной разработки, нужно привлечение капитала? Понятно. Значит, направление МДМ вообще рождалось на рынке ритейла и банковских услуг. И конкурентные решения, они сильны в этих направлениях. Наша отличительная особенность – это сегмент производственный. И та инновационность, которую мы привносим туда, это семантические связи между объектами, между инженерными объектами. То есть в материальном мире объект не живет самостоятельно, да. И когда мы говорим о производстве, о планировании ресурсов, то нам крайне важно знать… То есть обработка… То есть у вас алгоритм в разработке больших данных, другими словами, да? Не в этом инновационность. С большими данными работают многие. Мы знаем, как связывать объекты между собой и, по сути, организуем информационно-поисковую систему, которая позволяет ограничить область поиска, тем самым повысить степень автоматизации принятия решения. То есть в инженерном сегменте это, ну, например, если мы говорим о материале и инструменте, связанном, которым будет обрабатываться материал, или об оборудовании, с которым связан инструмент, либо квалификация рабочая, производственный процесс – все это объекты, связанные с мысловыми связами между собой. Если мы будем говорить о каком-то бытовом уровне, да, то болезнь будет связана с лекарством, лекарство связано с человеком, с больным, там, в свою очередь, больной с поликлиникой, там, диагнозом, историей болезни и так далее. То есть мы оперируем связи между объектом, умеем связывать объекты материального мира между собой, знаем, как это автоматизировать и как это применить в автоматизации производственных процессов. Спасибо. Еще вопросы? А у меня все-таки вопрос про инновационность опять, потому что в мире идей этим занимаются последние лет 15, насколько я помню. В мире идей или? Идей. Electronic Design Automation, то есть связывание процессов, материалов и того, что там получается, начиная всю линейку делают, вот, если мне Бог память не изменяет, то где-то с конца 90-х. И базы были довольно большие у Cadence & Synopsis, а PTC потом тоже покупала подобного рода вещи и тоже делала для механических кадров тоже, фаундери, лайберри, объектов физических, типа там, вплоть до винтов и материалов. То есть в чем все-таки фишка? Ни одно существующее на рынке приложение не позволяет сейчас принять решение технологу, ограничив область поиска информации по тем связям между объектами, о которых я говорил. То есть то, что были попытки, мы знаем, и есть какие-то примеры реализации в узком направлении, скажем, в камовском направлении, да, но то, о чем мы говорим мы, более широко, да. Это рынок машиностроения нами выбран как сегмент, в котором мы хорошо ориентируемся. Принципы, на которых мы организовываем связи между объектами, они общие. И наши планы, они гораздо шире, чем сегмент машиностроительный. Ладно, коллеги, к сожалению. Вы не ответили на мой вопрос, я думаю, вы к этому подходите. У вас все-таки решение B2B, правильно? Ориентировано на крупных клиентов. То есть идея такая, что вы просто-напросто откатываете его на конкретном клиенте, ваш таргет и есть, вы уже с кем-то в уме, наверное, его разрабатывали, да, и таким образом развиваетесь. Есть прототип, который мы реализуем. Вам для чего вот именно привлечение средств сейчас, ну что у вас за критическая точка? Сроки, сроки. Значит, мы сделаем это и без привлечения внешних инвестиций. Но нам нужно идти быстрее для того, чтобы быть конкурентоспособными. То есть у нас достаточно небольшой коллектив относительно тех компаний, о которых я говорил. У них есть тоже идеи, как развивать это направление. Они в этом направлении двигаются. Для того, чтобы нам быть конкурентоспособными, нам в ограниченные сроки нужно сделать многое. Мы делаем на этом бизнес, а не продажу одному клиенту. Спасибо, коллеги. Мы уже вышли за регламент. Просто боюсь, что мы разойдемся здесь очень поздно. Поэтому давайте перейдем, наверное, к следующему участнику. Большое спасибо. Компания Tectis. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Сажин Антон и я представляю компанию Tectis, которая занимается повышением эффективности и увеличением безопасности. Я думаю, все вы знаете ту страшную катастрофу, которая была в British Petroleum. И я бы хотел заметить, что у этой платформы, которая слева, все было хорошо. Она прошла все нормы контроля. Буквально за месяц до той страшной аварии приходили проверяющие, которые сказали, что это одна из лучших платформ в мире. И тем не менее это и произошло. Есть случаи, которые были в России. И когда мы начали разрабатывать технологии по изучению аварий, почему они происходят, мы пришли к выводу, что 95% всех аварий происходит именно из-за человеческого фактора. Но никто, к сожалению, не собирается работать с человеческим фактором, потому что это непонятно и тяжело. Можно человека заучить, но тем не менее все равно продолжает косячить. Можно купить самые инновационные оборудования, но тем не менее все равно будет происходить авария. Это было самых лучших платформ, это было самых лучших компаний. Таким образом мы разработали систему и, конечно же, ее внедрили, систему минимизации потерь, которая позволила уменьшать предпосылки всех возможных аварий, инцидентов на предприятии. И тем самым потом оказалось, что это увеличивает эффективность работы всех компаний. Мы разработали IT-систему, которая уже внедрена на таких компаниях, как ExxonMobil, на Shell, на Сахалин Энергия. ExxonMobil мы экономим в месяц где-то приблизительно 35 миллионов долларов. У нас рынок огромный. Мы хотим работать с компаниями, которые имеют большие риски. Металлургия, химическая промышленность, энергетика, нефтехимическая промышленность. У нас уже очень хорошие перспективы есть и наработки именно по нефтянке. В чем заключается, собственно, наша инновация? Мы взяли опыт, который был у ведущих компаний, то есть технологии Lean, ISO. Мы внедрили туда свои разработки касательно работы с предпосылками потерь. Мы разработали инструменты. Я думаю, что все из вас знают Kaizen, но никто не знает, как им пользоваться. Мы разработали систему, которая подходит для русских людей. На платформе Molikpak в Охотском море русские ребята работают больше в производительности труда, чем в Германии. И все благодаря тому, что они используют нашу систему. Из каких этапов она состоит? Ну, собственно, кто наши конкуренты? В нижнем углу это философские моменты. То есть мы разработали философию. Мы не только разработали IT-инструменты, мы разработали философию. Мы разработали новый способ ведения производства на предприятиях. Также второй пласт – это, собственно, уже IT-тулы, которые занимаются безопасностью. Их огромное количество, они довольно-таки распространены, но они лишь инструменты, которые не связаны с философией. Ну и третий момент – это так получилось, что все работы, которые происходят на крупных предприятиях, они все связаны с планированием и с выполнением задачи. Поэтому нам пришлось разработать таск-менеджер, который позволит все это вместе интегрировать. И систему управления риском, и систему минимизации риска, и систему управления предприятием, нотификация, уничтожение предпосылок по теле. Самое главное – это, собственно, человеческая жизнь. То, ради чего мы и работали, и создавали нашу систему – это спасение человеческих жизней. Опять же, платформа Molikpak. 2013 год, 2014 год. За один год количество аварийных ситуаций на консоли сократилось со 120 до 10. Не менялись люди, не менялось оборудование, ничего не менялось. Они только начали использовать нашу систему. Ну, собственно, наша команда. Я представляю компанию, которая разработала IT-составляющую. Дима Козлов – это парень-гений, который разработал саму систему и долгое время был главным на ExxonMobil. Вынужден прервать. Да, большое спасибо. Коллеги, вопрос. Пожалуйста. А где CEO, ваш гений? Понятно. Скажи, пожалуйста, вы уже внедрили систему, продукт выглядит, по крайней мере, с коммерческой точки зрения проработано, все нормально. Что мешает вам просто развиваться? Мы развиваемся, это, скажем так, мы сейчас распространяем идеологию. То есть, понимаете, у нас философский момент, а философия, она всегда подразумевает, что мы должны… Это не про деньги, другим словом. Это не про деньги. То, что вы сейчас нам питчили, это не про деньги. Не про деньги. Нет. Ну, мы заинтересованы, во-первых, в людях, которые, например, будут заинтересованы в продвижении… Вот нас человек 10, да, скажем так. Мы не можем взять объятия в его отрасли. Да, мы можем, например, найти партнера, который захочет продвигать наш продукт в металлургии, или, например, в химической промышленности, или в энергетике. Понятно. То есть, вы пришли сюда за адептами? Да. Да, ну, собственно, посыл на будущее более четко доносить, зачем вы пришли. А у меня идетский вопрос, который, на самом деле, заключается в том, как вы это все собираетесь продавать. То есть, философия, это, конечно, штука хорошая, но плохо продаваемая. У нас готовый IT-инструмент, который представляет из себя инструменты уже внедренные… Я не спросил, что, я спросил, как. У нас уже есть продажи, на самом деле. То есть, ну, единственное, что они не с крупными компаниями. Ну, как, ведущий… Нет, скажем так, полностью весь IT-продукт, не просто какую-то часть, да, как там система минимизации потерь, а полностью вместе IT-продукт и систему. У нас там недвижимость покупает и малый бизнес покупает. Потому что, ну, как бы там вся фишка в том, что… Вот представьте, что у вас есть… Просто секундочку. Вот косяк, да, для крупной компании – это, например, смерть человека, а для малой компании – это, там, незаключенный договор. Но, тем не менее, механизм работы одни и те же. Антон, я уже понял, что вы продаете. Я не понял, как. Вот сейчас пытался продать. Нет, ну, серьезно, какой у вас маркетинг-план? То есть, как вы собираетесь продавать ваш продукт? Ну, во-первых, это, конечно, такой крупномасштабный пиар, да, для того, чтобы о нас узнали. Ну, и, во-вторых, это личные связи и попытка вот найти нужных людей в крупных компаниях, которые, ну, в первую очередь, safety менеджеры, да, которые будут отвечать, safety officer, кто отвечает за безопасность, для того, чтобы ему продвинуть этот продукт. Все, спасибо, спасибо. Следующая компания – лаборатория Кинтех. Иван. Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Заев Иван. Я представляю проект компании Кинтехлаб. Конечно, если мы говорим о промышленности, то, как известно, основная проблема инженера, работающего в промышленности, это вывести новый продукт как можно быстрее на рынок. При этом наш опыт работы, опыт работы вообще в промышленности, показывает, что основным узким горлышком этого процесса является определение свойств новых материалов, определение возможностей их синтеза, либо оптимизация параметров технологического процесса. Традиционные инженеры действуют методом проб и ошибок. В результате они создают десятки, сотни прототипов, определяют, какой из них лучше всего удовлетворяет поставленным требованиям, и в результате они достигают своего результата. Однако это очень долго и чрезвычайно дорого. В принципе, проблему могла бы решить технология, в которой моделирование заменило виртуальные эксперименты, заменили бы реальные эксперименты, позволили бы сократить затраты ресурсов, затраты времени и кучу времени специалистов. Однако к этой технологии тогда должны предъявляться такие требования. Ее результаты, результаты моделирования, должны быть по точности сопоставимы с экспериментальными. К сожалению, существующие решения, инженерные программные продукты в большинстве своем такому требованию не удовлетворяют. Для того, чтобы их запустить, вам снова нужно провести огромное количество экспериментов, подогнать параметры и затем посадить инженера, создавать дизайн. Решение, которое мы предлагаем, это технологии многоуровневого, многофизичного моделирования. Имея эту технологию, появляется возможность все перечисленные раньше задачи, то есть разработка материалов и определение параметров процесса для их получения провести виртуально. Основана эта технология на том, что у вас имеется набор компьютерных кодов, начиная от квантовой механики, молекулярной динамики, до кодов, которые моделируют макропроцессы на масштабе устройства. Все эти коды могут быть объединены в некоторую последовательность, которая называется последовательностью моделирования. И этой последовательностью могут пользоваться инженеры. Для того, чтобы сделать этот процесс удобным для инженера, наше решение, эта программная платформа поставляется, коды поставляются вместе со средствами управления сложными вычислительными расчетами, а также со средствами организации совместной работы, что актуально для, уже сейчас актуально для географически распределенных исследовательских групп и инженерных групп. Кроме того, конечно же, в этой платформе должны быть средства для запуска расчетов на HPC, на высокопроизводительных системах, просто потому, что современные инженерные расчеты проявляют высокие требования для массивных параметрических расчетов. Наша платформа позволяет это сделать. В конце концов, базы данных, которые позволяют накапливать уже собранную информацию, использовать ее дальше в развитии проекта, в развитии продукта. База данных по свойствам вещества, веществ, материалов и процессов тоже входит в наше решение. У нашего решения три ключевых преимущества. Первое. Оно гибкое. Имея тот набор вычислительных модулей, которым мы располагаем, который мы разработали за время своего существования, данное решение адаптируется под потребности конкретной отрасли промышленности либо конкретного заказчика путем замены, подстановки новых вычислительных модулей. Второе. Это автоматизация. Используя большой опыт проведения промышленных исследовательских работ, мы смогли предложить алгоритмы, которые автоматизируют постановку сложных расчетных задач, обработку данных и результатов расчетов. В результате инженер имеет возможность проводить такие расчеты самостоятельно, без привлечения большой группы специалистов. Рынок 1,3 миллиарда долларов, который мы сейчас оцениваем, он растет с 10% роста. Наша команда – это международная команда специалистов, ученых, которые имеют опыт запуска технологических стартапов. Все, спасибо. Спасибо, Иван. Вопрос, пожалуйста. Малтифизикс, малтискейл – совершенно не новая область, понятное дело. То есть NSYS это делает последние лет 20, IntelliSuite, Coventer это делают последние тоже лет 20, 20, наверное. В чем фишка? То есть что вы можете сделать, чего не можете делать NSYS, Abacus, Cadence, Synopsis или же далее по списку? Ответ следующий. То, что делает NSYS, Abacus, они делают малтифизикс. Они не делают малтискейл с целью получить свойства материалов, исходя исключительно из фундаментальных данных без привлечения. Это делает связка IntelliSuite с NSYS и Abacus, которая делает моделирование, в том числе Монте-Карло, процессов для литографии и для этого самого, как он называется, лазерного, когда делают микросхемы. И, соответственно, исходя из этого, дальше идут механические и электрические свойства. И этому, насколько я помню, лет 17 модулю. Окей, спасибо. И второе, как вы собираетесь это продавать? Начинать продажу мы собираемся с ведения R&D-проектов, поставляя наши решения, в том числе в качестве результата такого проекта, обучая наших клиентов в работе с этой платформой. Дальше они уже смогут работать с ней сами, не делая заказы нам. Окей, еще последний вопрос. Так, вопросов нет. Хорошо, большое спасибо, Иван. Поаплодируем. Следующая компания ИИТ-консалтинг. Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Гарри Лаванна, я директор ИИТ-консалтинг. Вашему вниманию наша компания представляет проект «Цифровые решения для легкой промышленности». Швейные предприятия имеют замкнутый круг проблем. Каждый потребитель хочет быть индивидуальным. Так, каждая женщина хочет иметь именно то платье и не видеть ни на ком больше на другом. Поэтому предприятия вынуждены производить одежду мелкими сериями и часто изменять ассортимент. При использовании традиционных двумерных сапр одежды и ERP-систем процесс подготовки производства слишком длительный. Поэтому предприятиям невыгодно производить изделия малыми партиями. Неавтоматизированное швейное оборудование и низкий квалификационный уровень исполнителей приводят к тому, что количество брака слишком большое. Поэтому малые предприятия могут работать только в сегменте low price и mass market. А крупные предприятия не могут угнаться за зарубежными конкурентами. Поэтому наши предприятия находятся в некой такой зависимости в кругу проблем. Как же им открыть глаза на это проблемы? Мы предлагаем комплекс цифровых решений, которые помогают швейным предприятиям сделать это. Предлагаемая нами 3D-сапр позволяет увидеть внешний вид изделия до его изготовления. PDM-система снижает и упрощает работу при подготовке заказа. Распознавание изображений и обратная связь снижает скорость и повышает качество выполнения операции. Все это обеспечивает повышение эффективности выпуска изделия малыми партиями и тем самим раздвигает руки, расширяет круг выпускаемых изделий. Средства WebGL, предназначенные для того, чтобы трехмерные модели изделий можно было просмотреть в онлайн-каталоге, расширяет спектр потребителей и тем самым мы на производство будем не запускать невостребованные модели. Наши потребители — это 5000 российских предприятий разной мощности. Мы стремимся удовлетворить каждого из них. Малым предприятиям мы предлагаем отдельные решения, крупные, системные и интегрированные. Российский рынок оборудования и программного обеспечения насыщен дешевыми программными продуктами, двухмерного конструирования и ERP-моделями. Передовые 3D-сапры в настоящее время для швейной промышленности являются недоступными, рынок как бы закрыт. Наши разработки отличаются высокой функциональностью и разумной ценой. Наше предприятие живет в течение двух лет, текущая стадия — это СИД, при поддержке фонда содействия развитию. Наша первая фаза проекта завершена, разработаны некоторые программные модули и освоены основные виды деятельности. Команда состоит из 8 человек, в том числе 3 программиста, 3 научных работника, 1 доктор и 2 кандидата. Есть специалисты разного уровня, специалисты по управлению и швейным производствам, а также специалисты по продажам. Мы готовы отдать свои силы и время на реализацию проекта. Для этого нам необходима инвестиции в размере 50 миллионов рублей. За два года мы обещаем реализовать весь указанный проект и вывести на рынок. Мы планируем в 2016 году уверенно занять собственную нишу в размере 10%. Вместе с инвесторами, вместе с вами мы готовы открыть глаза предприятиям легкой промышленности. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопрос, коллеги. Речь идет о швейном производстве или о трикотажном? Речь идет о предприятиях легкой промышленности, включая швейное и трикотажное производство. Трикотажного специфика? У трикотажного очень трудно учесть растяжимость материала и другие свойства. Я про это. Вы этим занимаетесь? Мы этим занимаемся, конкретно сейчас работаем над тем, что... Разными плетениями? Да. Понятно. И второй вопрос. Легкая промышленность-то осталась? Легкая промышленность осталась. Мы сами из города Иваново. И текстильная промышленность у нас существует, как и существует по России. Скажите, пожалуйста, а у вас бизнес-модель – это что, индивидуальное решение для каждого производителя или у вас будет какое-то универсальное решение? У нас универсальное решение, которое будет модифицироваться под разные категории потребителей. То есть мы для малых предприятий предлагаем отдельные, как бы законченные продукты, а для крупных предприятий предлагаем интегрированные и комплексные системы, которые включают все вот эти вот мелкие продукты. В едино. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Тогда я задам последний вопрос. А в чем, собственно, новизна, в чем инновационность? Я так понимаю, вы используете системы распознавания? Да, мы используем систему распознавания изображения, мы используем систему обратной связи для того, чтобы распознать лекала, для того, чтобы следить за качеством выполнения полуфабрикатов и изделий в течение производственного цикла. Обратная связь нам также помогает повысить качество продукции за счет слежения, за выполнением операций. Хорошо. Большое спасибо. Поаплодируем. Следующая команда проекта TTG Labs. Добрый вечер. Меня зовут Павел Иванов. Я являюсь соучедителем компании TTG Labs. Наша компания разработала, это софтвертная компания, разработала уникальную технологию, в соответствии с которой приложения могут сами себя оптимизировать. Мы называем это автотюнинг. Куча заказчиков по всему миру борются за то, чтобы получить в свое распоряжение все больше и больше вычислительных мощностей. И некий прорыв здесь, некий подарок им возник в 2008 году в связи с появлением так называемых графических ускорителей общего назначения. А другая архитектура, и тут трудно программировать, но, к счастью, сегодня перейти на эти новые платформы можно почти автоматически. Поэтому ускорение может быть там 10-20-30-кратным. В теории. На практике же оно оказывается буквально 10-30%. Причина хорошо известна. А приложения на новой архитектуре обычно оказываются недоптимизированными, плохо оптимизированными. Оптимизация как такова, это не новость. С этой проблемой занимаются там компании и исследователи много-много лет. Однако, к сожалению, в мире GPU она имеет свою специфику. Эта специфика в том, что, меняя платформу, меняя структуру данных, надо оптимизировать код снова и снова. И это, по сути дела, бесконечная игра в оптимизацию. То есть заказчики должны тратить на это кучу ресурсов, денег, времени и так далее. Мы предлагаем принципиально новый подход, который называется автотюнинг. Автотюнинг означает, что есть некий инструмент, технология инструмент, который позволяет дальше приложению оптимизировать себя самому автоматически. Инструмент этот у нас называется 3G оптимайзер. Он поддерживает разные процессоры, разные операционные системы и так далее. Выглядит все довольно просто. Даже если у вас есть код в несколько сотен тысяч через даже миллионов строк, на самом деле вы вводите в самое начало этого исходного кода какие-то новые переменные минимальные, вызовы новых функций, компилируете, у вас получается продолжение абсолютно нового качества. Оно способно саму себя оптимизировать. И даже для уже хороших продолжений, работающих, специально написанных под GPU, вы, по сути дела, автоматически получаете ускорение в полтора, в два, а то и в три раза. Простейший пример из области матфизики вот здесь некий код, который изначально оптимизирован подполняя конкретную карту NVIDIA GeForce 285. Даже на ней можно получить очень маленькое ускорение после того, как введен данный инструментарий. Но если переходите к другой карте, то выигрыш оказывается более существенным. Опять-таки софт все делает сам. Разработчик здесь вообще не участвует. Вот эти 30% получаются за счет того, что ваше продолжение стало автотюнинговым. Потребность в таких вещах огромна. Это не только собственный сегмент HPC в разных его ипостасях. Это обработка больших данных. Это на самом деле игровые движки, потому что игры на их основе должны работать на самых разных графических картах. У нас профессиональные команды, в которой собраны, я думаю, лучшие специалисты в области программирования под GPU, параллельное программирование на гибридных системах и так далее. Суммарный опыт разработки больше 20 лет. Ну и мы, собственно, ищем предыдущих заказчиков, в которых есть проекты хотя бы инициативы в области HPC. Мы ищем партнеров, будь то вендоры или реселлеры, или системные интеграторы. И, конечно, мы с удовольствием обсудим возможность инвестирования в наш проект. Большое спасибо. Рад ответить на вопросы. Спасибо. Вопросы. Вы знаете, вы начали на него отвечать, потому что я думал, когда слушал вас как раз этот вопрос. В принципе, это, наверное, очень умный продукт, но он именно больше нацелен, наверное, на производителей этого самого кода, да, потому что иначе смарт-инвесторам тяжело, ну вообще инвестору будет тяжело объяснить именно специфику того, что вы пытаетесь продать. Поэтому насколько вы далеко зашли в переговорах именно с вендорами, которым, понятное дело, для финального пользователя это может быть не так интересно, как продукт. Я вот сейчас у меня все-таки по бизнес-модели к вам вопрос. Финальный пользователь может не чувствовать эффект. Вендора, понятное дело, для себя, и это было бы им интересно. Поэтому, мне кажется, вот ваш таргет аудиенции. Вы знаете, и да, и нет. То есть, как показывает наш опыт, у нас продукт готов, мы выполняем, уже выполнили, закрыли ряд контрактов. Да, есть много предприятий, которые сами разобрабатывают код, у которых исходный код не промышленный, не тот же Ansys, который здесь упоминался, а свой собственный код. И в этом отношении это наши потенциальные заказчики, естественно. Потому что они, как правило, занимаются такой оптимизацией снова, снова и снова. А с одной стороны. С другой стороны, вы правы, поставщики крупных пакетов, под гибридные системы, это другая категория наших заказчиков. Вот в первую мы зашли довольно далеко. Ну как, у нас есть реальные проекты, реальные, так сказать, кашфлоры и так далее. Во вторую мы почти не продвинулись, несмотря на попытки поконтактировать с тем же Ansys. Ответ был очень простой. Я сказал, вы знаете, мы используем только те инструменты, которые дает нам NVIDIA. Мы сами никакой оптимизацией не занимаемся, поэтому договоритесь, по сути дела, с процессорщиками, и тогда вот мы готовы это использовать. Так, пожалуйста. А у меня мой любимый вопрос. Как вы собираетесь это все продавать? Ну я вижу здесь несколько каналов. Поскольку это как бы нормальный коммерческий инструмент, который может работать и довольно легко с ним работать без нашего участия, то нам как бы сам Бог велит, тогда обзавестись, ну и точнее войти в сети реселлеров, которые спецсвизируются на HPC software. Таких компаний, ну там десятка-два наберется по всему миру, и, так сказать, глобальных, и там на локальных рынках. Одна сторона. Другая сторона. Это поставщики собственно HPC платформ, которые, как правило, в стеке софта, которые они продагают, продагают какие-то системные вещи. И вообще говоря, неплохо было бы включиться туда тоже. И третье, не самое лучшее, но то, что пока идет, то, что я упомянул, это прямые продажи в рамках, так сказать, помощи в разработке, встраивании этих вещей, консалтинге, обучение и так далее. Спасибо. Два смежных, ну два смежных вопроса. Первый. Правильно ли я понял, что время жизни вашего бизнеса и успеха вашего бизнеса зависит от времени жизни и успеха NVIDIA? Нет. Мы поддерживаем не только Google, мы поддерживаем OpenCL, да, соответственно, то, что делает AMD, тоже поддерживается, там Intel Xeon Phi, вообще говоря, ничем не убивается из этой когорды и так далее. И вторая часть ответа на ваш вопрос, не секретнее для кого, что сегодня многоядерные процессоры и отдельные графические подсистемы, это уже начинка продвинутых смартфонов. У нас идут переговоры с Qualcomm и с Samsung. Так все-таки вы фай уже поддерживаете или в планах? Фай не поддерживаем, ну как, мы поддерживаем OpenCL, пожалуйста, да, но на фае пока, поскольку продаж очень мало в мире, реальных систем с фаем очень мало, у нас нет пока доступа, не смотря на все наши попытки. Второй вопрос, может быть, вот, может быть, все, что вы перечислили, это и есть ваша целевая аудитория. Может, договариваться надо с NVIDIA, с AMD и с Intel? Пытаемся вовсю, пытаемся. А больше никому не продавать? Ну вот я не думаю, честно говоря. То есть договариваться пытаемся, но я думаю, что продажи могут быть не только через производителей процессоров. Я думаю, что даже не столько, честно говоря, потому что здесь есть продавчики конечных решений, это не Intel, не AMD и не NVIDIA. То есть Enterprise покупает не у Intel, Enterprise покупает вообще говоря не у NVIDIA, а у тебя же это платформа, ну, например. И вот тут есть разница. Хорошо, большое спасибо, Павел. Спасибо. Спасибо. Так, и последний, заключительный проект на сегодня это компания SoftLab. Так. Здравствуйте. Я представляю КАЕ-систему для моделирования системы электронной оптики. Сейчас на рынке таких систем есть проблема, что абсолютно отсутствует, не представлен российский производитель. Существующие зарубежные аналоги страдают от недостаточной точности и недостаточной скорости вычислений. Наш продукт позволяет моделировать планарные и аксиально-симметричные электронно-оптические системы, что позволяет решать до 95% возникающих задач. Вот на слайде видите результаты работы программы по расчету поля, траектории и экспорту данных в CAD-системы. Сравним наш продукт с наиболее популярной на данный момент системой программы Симеон на примере расчета электронной пушки. Расчет поля в программе Симеон занял 9 часов. В нашей программе с использованием четырехъядерного процессора он занял полтора часа. С использованием двух видеокарт время заняло всего три минуты, что в 180 раз быстрее, чем в программе Симеон. Также в нашей программе наша программа позволяет регулировать точность расчета траекторий, что в программе Симеон не позволяет абсолютно. Срезюмировав достоинства нашей программы, можно сказать, что, во-первых, это скорость расчета более чем в 100 раз по сравнению с аналогами. Во-вторых, это точность расчетов, которая достигается благодаря использованию метода граничных элементов и решением рядом математических проблем. И также наша программа позволяет определять параметры фокусировки. Это геометрическое положение и порядок, что является ключевым моментом при проектировании системы электронной оптики. Рынок КАЭС-систем оценивается в 3,5 миллиарда долларов и продается порядка 500 тысяч лицензий в год. Основными покупателями нашего продукта являются фирмы-разработчики физико-аналитического оборудования, научные центры и лаборатории, а также аспиранты и научные сотрудники, которые могут использовать ее в своей научной работе. Продавать мы планируем в первую очередь, зарабатывать мы планируем в первую очередь на продаже софта. Также мы выполняем расчеты моделей заказчиков на заказ. И это облачная платформа для расчета электронно-оптических систем. По части расчета моделей на заказ мы сотрудничаем с компанией SPEX, это Германия, и компания NTMDT, город Зеленоград. Для быстрого развития продукта и выхода на мировой рынок нам необходимы инвестиции в размере 30 миллионов рублей. Мы планируем реализовать возможность учесть расчет плазменных эффектов, расчет плазмы, расчет квантовых эффектов и расчет заряда диэлектрик. Также другие сложные математические задачи, для решения которых нам необходимы квалифицированные разработчики. В команде сейчас есть кандидат технических наук и доктор физико-математических наук с большим опытом разработки. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир. Пожалуйста, вопросы. Владимир, можно вернуться к слайду, который был про деньги? И вот предыдущие, да. Вот вы хотите, грубо говоря, миллион долларов инвестиций и собираетесь зарабатывать через пять лет 300 тысяч в год. Как вы думаете, насколько это коррелирует между собой, эти цифры? Я думаю, что на хорошую отечественную систему денег не жалко. Ну вот, Коля, этот слайд. Все-таки вот этот объем рынка, 3-4 миллиарда долларов и 500 тысяч лицензий, это накады такого же плана, как ваш? Это КАИ в целом КАИ-система. Секундочку. Вот лучевые там расчеты? Да, электронные оптики. Столько электронно-оптических расчетов покупают? Нет. А сколько электронно-оптических расчетов покупают? Ну, там трудно оценить. Неизвестно. Нет, ответ. Не знаю. Хорошо. Второй вопрос, простой. Как называется ваша компания? Покажите ее название на слайде, чтобы не понимать, кому ставить. На слайде покажите софтлап. Нету на слайде. Бренд Фокус Про. Собственно, на пусты и на будущее, опять же. Спасибо. Коллеги, еще на один вопрос есть время. Все, благодарим. Большое спасибо. Все, спасибо, дорогие участники, дорогие члены жюри. Прошу поставить оценки, если кто еще не поставил. Прошу собрать бюллетени. Спасибо. 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 Продолжение следует...